Кавказ Там грохот обвала, здесь праздник природы, по скалам ребристым, по глыбам породы, свирепые реки, сломавшие льды, несут орошенье в поля и сады. Кавказ Закавказье. Прекрасная, величественная земля. Кавказ Неповторимое географическое своеобразие определило особенности хозяйства Грузии, Армении и Азербайджана. Эти три союзные республики составляют Закавказский экономический район. Недаром Закавказье называют солнечным, благодатным краем. Мягкий климат, плодородные почвы равнин и предгорий сделали субтропическое земледелие важной отраслью всесоюзной специализации Закавказья. Гористые районы, небогатые землями, пригодными для сельского хозяйства. Бережно возделывается здесь каждый клочок земли. Десятилетиями отвоевывали у болот земли Калхиды. Трудно представить, что когда-то на месте этих чайных плантаций были непроходимые топи и заросли. Сегодня Грузия дает 90% общесоюзного сбора чая. Особые сорта чая выращивают в Азербайджане на линкаранской низменности. Не везде так щедра природа. В соседней Армении земли суровые и каменистые. Сколько труда потребовалось, чтобы, как говорят здесь, возделать камни. Земля, отвоеванная у них, трижды дороже друженику. Человек напоил землю, и в полупустыне поднялась виноградная лоза. Тут вложен труд ни одного поколения. Много знаний, умения и терпения надо, чтобы вырастить лозу. Уберечь от болезней, вредителей, стихийных бедствий. Специальные сети изобретений грузинских ученых спасают виноградники от порывов грозового ветра и града. Почти весь год в Закавказье выращивают овощи. Собирают по несколько урожаев. Плодовые сады. Яблоками и грушами, абрикосами и персиками, гранатами и миндаленами. Близь плантации плодоконсервные заводы. Поле, цех. Таков путь нежных даров природы. С каждым годом будет увеличиваться выпуск продукции из овощей и фруктов. Но в Закавказье немало и засухливых земель. Так в Азербайджане основу сельского хозяйства составляет орошаемое земледелие. Много воды нужно плантациям и садам Араратской долины. Без животворной влаги все обречено на гибель. Водохранилища новых гидростанций это и новые оросительные системы. Электроэнергию предприятиям, воду, полям. И это вознаграждается старицей. Орошаемые поля, такие как на Кура Раксинской низменности и в Муганской степи, отведены под посевы хлопчатника. А на предгорьях Богора. Многие поколения крестьян возделывают здесь пшеницу и кукурузу. Мы рассказали о низменностях и предгорьях за Кавказе. Но ведь большая часть его территории – горы, что издавна определяло характер деятельности человека. Богатство высокогорья – сочные альпийские луга. Атары овец пригоняли сюда сотни лет назад. По суток здесь и сегодня. Новые для Закавказья – крупные животноводческие комплексы в равнинных районах. Это отсюда идет молоко на пищевые комбинаты. Сельское хозяйство дает сырье не только пищевым предприятиям. Это основа интенсивного развития и легкой промышленности. На местной шерсти, тонковолокнистом хлопке и шелке работает текстильная промышленность. Она имеет всесоюзное значение. Не забывают здесь и старинные ремесла. Искусство ковроткачества передается, как говорится, по наследству. Традиционные азербайджанские рисунки украшают и ковры, вытканные на современных станках. Тесные экономические связи между республиками Закавказья позволяют обеспечивать машинами и оборудованием ткацкую, консервную, чайную промышленность. Эти машины производят специализированные предприятия Тбилиси и Батуми. Так действует агропромышленный комплекс Закавказского экономического района. Закавказские республики богаты не только дарами земли и солнца. Их недра – подлинные сокровищницы ценных полезных ископаемых. Основа горно-рудной промышленности, черной и цветной металлургии, нефтепереработки. Разработка природных ресурсов началась на Абширонском полуострове. Еще в прошлом веке здесь добывали нефть. В наши дни нефтедобыча переместилась на Каспий. Черное золото здесь добывают с подводного шельфа. Кто не слышал про знаменитый вахтовый поселок «Нефтяные камни»? Это более 200 километров стальных путей, поднявшихся над морской пучиной. Это буровые, шагающие к горизонту. Это труд и доблесть азербайджанских нефтяников. Нефть перерабатывают главным образом в районе Баку. А часть ее по трубопроводу поступает на нефтеперегонный завод в Батуми. Перевозить готовые нефтепродукты гораздо выгоднее, чем сырую нефть. Но не только нефть определяет характер крупной промышленности трех республик. Железные руды Дашкисана, марганец Чаатуры, уголь Ткебули и Ткварчели. Это хлеб черной металлургии. Главное металлургическое предприятие Руставский комбинат полного цикла. Он поставляет металл, прокат, трубы и Грузии, и Армении, и Азербайджану. В свою очередь и в Азербайджане с каждым годом растет новый центр металлургии Сумгаид. Это город молодых строителей, химиков, металлургов. Комсомольском Накаспии называет его молодежь. Сталь и прокат за Кавказия обеспечивают металлоемкое машиностроение района. Опережающими темпами будут развиваться заводы Еревана, Ленинакана, Тбилиси и Батуми. На транспортном машиностроении специализируется Грузия. Электровозы постоянного тока незаменимы на горных дорогах. А автомобиль-тягач повышенной проходимости необходим сельскому хозяйству. Такие быстрокрылые суда можно встретить во всех черноморских портах. Недра Армении настоящая кладовая цветных металлов. Наиболее крупное месторождение медно-молебденовых и медно-никелевых руд Добытая руда дает начало цепи производств обогатительному, химическому, медеплавильному. Конечный продукт чистая рафинированная медь. По полному технологическому циклу работает и алюминиевое производство Армении. И вот итог. Тонкий алюминиевый лист. Однако развитие техники вызвало и серьезные экологические проблемы. Отходы металлургии и нефти загрязняют воздух, губят растительность. Научно-технический прогресс диктует только один выход безотходное производство. Уже сейчас отходы цветной металлургии идут на производство суперфосфата. Используется в промышленности природный газ, не загрязняющий воздушную среду. Из Азербайджана он поступает в Армению, где перерабатываются высокополимерные соединения, становясь в конечном счете синтетическим каучуком, шинами. Шины Ереванского завода обувают автомобили по всей стране. Взгляните на карту. Так на практике замыкается производственный цикл кооперации Закавказских республик. Все больше электроэнергии требуется промышленности. Раньше основой энергетики было нефтяное и газовое топливо. Теперь на смену им приходит энергия рек. Ведь реки неисчерпаемый источник экологически чистой электроэнергии. Поэтому в Закавказье стремительно развивается гидроэнергетика. Она прошла большой путь от Загэс, первенца Гойл-Ро, до гигантской Ингури-Гэс. На реке Куре построен Мингичаурское гидроузел. Он дает энергию и воду для орошения. В послевоенные годы был возведен каскад ГЭС на реке Роздан и создан Сиван-Розданский ирригационный комплекс. Воды Сивана преобразили засушливую Араратскую долину. Но озеро стало мелеть. Как его сохранить? Дерзкий проект переброски вод реки Арпы должен был предотвратить гибель Сивана. В сложнейших геологических условиях построен уникальный туннель под горными хребтами. Воды Арпы влились в чашу Сивана. Уникальное озеро краса Армении возрождается. А потери электроэнергии Розданского каскада компенсирует атомная станция. Что же связывает Республики Закавказья в единый хозяйственный комплекс? Большая роль принадлежит инфраструктуре. Это железнодорожные линии пересекающие все Закавказье от Черного моря до Каспийского. И большое автомобильное кольцо Кавказа. И единая энергетическая система. Высоковольтная линия электропередачи перешагнула через главный Кавказский хребет до Ставрополя. Так сеть коммуникаций связывает Закавказье с южной экономической зоной страны. Закавказье не замыкается в традиционных отраслях производства. Быстрыми темпами развиваются точные машиностроения. Электроника, электротехника, приборостроение, где используются особо чистые цветные металлы. Здесь нужен высококвалифицированный труд, знающих, образованных людей. Электроника наиболее прогрессивное направление современной индустрии. Предприятие строят главным образом в крупных городах, столицах союзных республик, где сосредоточены научные кадры. с высокого берега Куры горделиво смотрит легендарный основатель города Вахтанг-Гаргасали на Тбилиси. Полторы тысячи лет пролетело над городом. Сегодня здесь более миллиона жителей. город лежит в долине Куры и словно зажат горами. Городские кварталы карабкаются по склонам и без новых пассажирских канатных дорог не обойтись. Сейчас облик города определяют многоэтажные здания, метро, современные зоны отдыха. В будущем промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду, будут выведены за пределы города. Тбилиси город древней культуры, давних национальных традиций. Здесь любят и охраняют старину. Бережно реставрируются узкие улочки, уголки старого Тбилиси, где жили ремесленники, мастера чеканки, ювелиры. С недавних пор вновь возрожден в столице старинный осенний праздник урожая Тбилисова. У подножья горы Арагац на широкое равнение раскинулся Ереван, столица Армении. 2760 лет насчитывает история города. Современный Ереван спроектирован и построен заново при советской власти. Живописен и оригинален архитектурный облик Еревана. Удачно вписанный в природный рельеф городские кварталы. Его планировка стала примером рационального градостроения. Неповторимый колорит городу придает облицовка зданий разноцветным туфам и базальтом. Каждому кто побывал в Ереване запомнится и знаменитый Мата-Надаран уникальное хранилище рукописей дошедших до нас из глубокой древности. И бюроканская астрофизическая обсерватория на высочайшей горе Армении Арагация. И выразительные силуэты новостроек, новое метро, широкие проспекты, памятники, фонтаны и парки. Ереван это вечно молодой меняющийся на глазах город. Баку столица Азербайджана и крупный торговый порт, который связывает Закавказье со среднеазиатскими республиками. Здесь живет более полутора миллионов человек. Бакинская агломерация одна из наиболее развитых в стране. Десятки тысяч человек приезжают сюда на работу. плотная транспортная сеть объединила поселки возникшие некогда у нефтепромыслов с другими городами Абширона в единую систему с центром Баку. Баку называют нефтяной академией. Его институты готовят специалистов и для нефтяного хозяйства республики и для новых районов добычи нефти и газа всей страны. Город знаменит своими старыми дворцами. Старинные кварталы, ставшие теперь архитектурным заповедником, словно островки среди огромного нового города. Баку, который первым в Закавказье поднял знамя революции, уверенно шагает в будущее. В наш бурный индустриальный век природа Закавказья все еще сохранила свои первозданные особенности. Седые вершины Кавказа, тенистые леса, чистые горные реки, ласковое море неотразимо влекут к себе миллионы людей. Таким навсегда останется в наших сердцах этот благословенный неповторимый край. КОНЕЦ